набирает обороты скандал между алексеем навальным и виктором золотова мне поступает очень много просьбы прокомментировать эту заваруху что я сейчас и сделаю но комментировать я ее буду не с той стороны с которой обычно это делается и что уже сделали многие люди до меня кто-то вызвал золотого ответ на дуэль кто-то обозвал его нехорошими словами кто-то еще что-то предложил такого умного в этой ситуации я сделаю свои предложения во первых давайте посмотрим на ситуацию со стороны закона пока она развивается в незаконном русле и вообще-то на нее должны были уже отреагировать правоохранительные органы различных ведомств во-первых навальный продемонстрировал некую бумагу подписанную премьер-министром россии дмитрием медведевым который дает определенным структурам монобольное право в закупке некоторых овощей фруктов и тому подобных продуктов сама по себе эта бумага является антизаконной потому что в любой стране мира и в нашей тоже действует антимонопольное право поэтому первым по этой бумаги должно было возбудиться антимонопольные ведомства она до сих пор молчит что говорит о криминальном характере поступков самого антимонопольного ведомства это значит что глава антимонопольного ведомства находится в определенных отношениях с некими силами которые ведут не совсем честную точнее без честную игру на коммерческих рынках страны причем в этих нечестных играх замешан государственный бюджет и идет прямое разворовывание государственных средств это первое второе в россии как и во всех странах существует журналистский подход к расследованию дел журналистский подход он установлен законом журналист имеет право раскапывать преступления и сообщать их публично с тем шансом что она эту публичную критику на это публичное заявление отреагируют правоохранительные органы так было всегда даже в советское время в другом казалось бы государственном устройстве работала эта система работала четко в наше время эта система похерена и люди которые должны были бы отвечать за соблюдение законов и реагировать на подачу заявлений публичным образом сегодня окопались в правоохранительных органах и молчат они бездействуют что само по себе является нарушением действующего законодательства они не расследуют преступление по которому сообщено они не дают ему ходу они замалчивают его и это предусмотрено уголовным кодексом российской федерации далее что мы видим в результате той бумаги которую подписал дмитрий анатольевич медведев если он ее конечно подписал мы видим то что она каким-то образом дала возможность неким структурам возможно аффилированным с виктором золотовым эта бумага дала возможность грабить россию бесчеловечным способом то есть когда коммерческие службы пытается делать свою наценку 5 10 20 процентов это считается бизнесом но когда государственные чиновники накручивают на продажу самому себе 100 200 300 400 процентов это называется грабеж грабеж государства с использованием личного служебного положения это и есть та самая коррупция с которой борется президент российской федерации поэтому нам простым читателям простым журналистам простым слушателям простым гражданам вовсе не интересно полемика между навальным и золотом кто из них прав кто не прав в человечем плане нас должен интересовать как и президента россии нас должен интересовать сам факт возможно выявленные коррупции если бы на месте владимир владимировича путина был любой другой президент любой другой страны то я думаю что он прекрасно бы справился с этой ситуацией он бы назначил расследование в отношении деятельности главы росгвардии и по результатам этого расследования каким бы оно не оказалось положительным или отрицательным он бы принял соответствующее решение в отношении либо одного либо другого участника данной перепалки пока же выглядит ситуация очень неправильной получается так что некий публичный человек скрыл в государстве очень большой очаг коррупции о котором сообщил законно установленным образом следственным органам публично и привлек к этому преступлению возможному преступлению внимание больших слоев общественности это сообщение должно расследоваться путем закона причем быстро и публично и после этого расследования должно быть доложено президенту россии о том что творится в его генералитете если это творится то же что сделал виктор золотов является нарушением самой человеческой государственной этики так нельзя поступать потому что у нас действительно не 19 век у нас есть целая государственная дума которая собрала в себя лучших людей российской федерации которые каждый день и ночь думают над принятием новых правильных законов поэтому для разрешения ситуации подобно этой наша государственная дума давно уже приняла все необходимые законы и самый главный в данном случае закон это как раз тот закон который позволяет противодействовать коррупции мне лично интересно самому был ли такой случай с росгвардией и с ее руководством или не был в реале и что предпримет теперь наша правоохранительная система в отношении этого случая самого случая и что предпринято в отношении этого случая сам президент если кто-то считает что заслуга генерала того и другого генерала в охране президента очень большое значение имеет он ошибается потому что уже вовлеченный в данный скандал александр коржаков прекрасно справлялся со своими обязанностями охраняя например президента ельцина также прекрасно охраняет президента путина и виктор золотов во всех странах существуют генералы которые осуществляют охрану президентов и не в одной цивилизованной стране не было еще проколов последнее время поэтому сама по себе эта должность она обычная рабочая должность в ней нет никаких особенных сторон за что можно было бы считать генерала неприкосновенным каким-то особенным и давать ему возможность иметь немножко так скажем напряженные отношения с законом по поводу самого вызова на дуэль который прозвучал из уст генерала золотова в отношении навального я хочу сказать что действительно люди правы и комментаторы правы когда говорят что за навальным есть право выбора оружие этой дуэли навальный вполне мог бы выбрать в качестве оружие дуэли диктант или сочинение и на этом оружие уже сразиться с золотом и посмотреть какой будет результат или например выбрать в качестве оружие красноречие может быть дипломатический язык еще что то что позволило бы сразиться на этой дуэли не физической силой а интеллектом как положено сегодня в 21 веке но самое главное чтобы люди ушли от этих споров в интернете или в другом медиа пространстве и наконец-то поняли что же хочет от государства и от себя лично президент россии владимир путин он постоянно заявляет что он борется с коррупцией что с коррупцией нужно бороться всеми силами и вот ему поступает заявление очередное заявление о неком таком коррупционере который возможно возможно подчеркиваю находится в его ближайшем окружении как развивается ситуации оказывается после заявления который поступает общественным путем вдруг эти люди в отношении которых поступает такое заявление оказываются в числе ближайшего круга президента и все попытки правоохранительных органов расследовать какие-то дела в отношении них разбивается о дружбу о преданность а какие-то другие институты которые никак не позволяют бороться в россии с коррупцией что же в результате получается в самой россии россия еще пять лет тому назад была страной которой можно было бы дышать не спотыкаясь а спины и ноги и другие конечности друзей нашего президента но сегодня спустя пять лет активной борьбы президента с коррупцией получается так что коррупции победила получается так что президент ведет какую-то странную борьбу с коррупцией который выражается в борьбе в поддавки не знаю почему такая борьба происходит может быть она вызвана какой-то специальной тактикой или стратегии которая обещает в результате таких глобальных поддавков по всей стране выиграть в чем-то большом например победить какой-то мировой империализм в результате или какой-то закрытый масонский клуб может быть так и есть на самом деле может быть президент знает больше нас а он знает действительно больше нас о ситуации которая сложилась в россии и он естественно подбирает правильные ходы на его взгляд правильные которые можно было бы осуществлять в данной борьбе которая ведется против коррупции а нам-то людям что делать в этой ситуации получается что президент великой державы которого народ выбирал на этот пост четырежды не в состоянии справиться с проблемой своего ближнего окружения причем я не говорю о конкретно путине который не может справиться с этим ведь не могли справиться еще и в девятнадцатом веке вспоминается басня как мужик двух генералов прокормил смысл то остается прежним мужик работает работает а генерал дорвавшиеся до своей звездной кормушки они обворовывают и этого мужика и естественно царя или как сегодня президента получается что президент выглядит усилиями своих приближенных генералов очень некрасиво на международной арене если сегодня этот скандал проистекает у нас на просторах нашего интернета и вот-вот выйдется на экраны телевизоров то мы же должны понимать что за этой сворой за этой сварой следит весь мир и нормальные аналитики прекрасно понимают что это свара затеяна обеими сторонами и навальным и золотом лишь для того чтобы обесчестить в очередной раз президента россии я не думаю что золотов не понимал когда осуществлял свой шаг с этим дурацким видео я не думаю что он не понимал чему это приведет естественно он понимал что в результате этого видео поднимется огромная волна в интернете которая сможет захлестнуть не только его лично но и самого президента может быть таков был расчет может быть это начало восстание какого-то внутреннего в ближайшем окружении президента я конечно таких предположений делать не буду но любой аналитик подчеркиваю любой аналитик находящийся сейчас на своем месте и наблюдающий за этой ситуацией он придет к таким же выводом что и я причем к таким же выводом должна прийти и служба безопасности российской федерации я имею ввиду фсб потому что она должна тоже дать свой ответ такому поведению генерала и такому поведению общественного деятеля второму я имею ввиду общественного деятеля ему нужно дать определенное внимание предусмотренные законом то есть по его заявлению правоохранительные органы обязаны начать работу не преследовать навального а обязаны преследовать того человека по которому он подал публичные заявления. Это закон. Закон во всех странах одинаково действующий. Нужно это понимать, и правоохранительные органы должны из своей головы убрать репрессивные методы. Они должны понимать, что репрессивными методами в нормальном, здоровом государстве никто не воюет. Если есть сообщение о человеке, что он вор, правоохранительные органы по закону должны разобраться, вор человек или не вор. Мы ждем от Владимира Владимировича Путина реальных показателей борьбы с коррупцией. Потому что сегодня, пока в результате той борьбы, которая велась, победила, тотально победила коррупция. Она победила не то, что по всем фронтам, это само собой разумеется. Она победила по всем персоналиям в окружении нашего лидера в результате этой войны, в результате этой борьбы с коррупцией. Не оказалось ни одного коррупционера. Совершил преступление путем написания заявления в Липецкую облпрокуратуру. Просто я таких вещей, когда смотрю, у меня просто волосы оставшиеся на голове дыма встают. Что это такое? Совсем с ума сошлись. Я не знаю, как это делается и кто подставляет Владимира Владимировича Путина, может быть ему дали оружие против коррупции, но повернули неправильной стороной. И вот он теперь стреляет по коррупционерам, а оружие все время бьет не в ту сторону, не по ним, а по нему, не по ним, а по нему. И в результате он все время тонет и тонет вот в этом дерьме коррупции, из которого он пытался вчера еще вылезти. Еще 10 лет тому назад в стране существовал свободный рынок. Предприятия малого бизнеса могли работать и могли осуществлять свою законную деятельность в этой стране. Сегодня предприятиям обрезано полностью любой доступ к деньгам. Есть только олигархи своего близкого круга, есть только коррупционеры непонятного круга, но ворующие больше, чем олигархи. И есть простые люди, которые поверили какой-то компашке и двинулись в 92-м году из страшного прошлого в светлое настоящее, светлое будущее. И их хлопнули на середине этого моста. Им не дали перейти в светлое будущее. Их оставили в той местности, которую разорили. А сама компашка каким-то чудом забрала себе все достижения того самого народа, которого вела через этот мост, которого обворовала в результате, и которого пустила по миру. Сегодня в стране насчитывается официально 50 миллионов нищих людей, которые едва сводят концы с концами. Если учесть, что в нашей стране не 140 миллионов, а, как уточняют некоторые товарищи, около 90 или 100 миллионов, то получается, что эти 50 миллионов нищих составляет половину населения страны. А если учесть, что та же самая компашка, которая разрушает и разрушала нашу страну, завезла сюда 40 миллионов гастарбайтеров, численность которых указана без их семей и без женского состава, так скажем, то получается, что 50 миллионов нищих в стране это как раз все русское население страны. Получается, что страну в 92 году захватили гастарбайтеры, захватили коррупционеры, захватили олигархи, захватили иностранные компании, которые ведут здесь свой бизнес и выкачивают из страны последние копейки. А где наше-то руководство страны? Где тот самый, в кавычках, Сталин, который сидит в Москве и обороняется от злого Гитлера? Почему у нас по Москве сегодня Гитлер расхаживает в облике этих коррупционеров, компаний и гастарбайтеров? Почему на него нет государственной реакции? Почему правоохранительные органы молчат? С кем они борются, елки-палки? Ведь посмотрите, у нас сегодня такая ситуация, что русские люди уже переполнили тюрьмы страны и сегодня в тюрьмах сидит больше людей, чем в советское время при товарищи злобному Сталине. В конце концов, когда рассуждаешь над этим, начинаешь понимать, почему Сталин расстреливал людей из своего ближнего окружения. Расстреляв проворовавшего из чиновника, а тогда они тоже воровали, надо понимать, получалось, что нет человека, нет проблемы. Мы все время смеялись над этой формулировкой, но надо ее понимать глубже. Нет проблемы ни для государства, ни для самого первого лица, нет вообще проблемы от этого человека, который являлся проблемой для всего государства в целом. Поэтому сегодня с коррупционерами нужно бороться одним единственным способом. Требуется вводить расстрел для высших должностных лиц, которые уличены в коррупции. Чтобы не было потом вот этих всех обратных процессов, когда нашли триллионы денег у полковника, когда генералы грозятся сделать котлету из журналиста, когда непонятным образом возникают золотые унитазы у тех чиновников, у которых зарплата две копейки, и царь, царь должен ввести эту норму, я имею ввиду расстрел, в современное законодательство. Иначе у нас получается не правовое государство, а я даже не знаю, как его назвать, у нас получается государство, которое ну можно только сравнить с Африкой с какой-то. То успел, тут и съел. А где то светлое будущее? А где та демократия, ради которой наша собственная власть уничтожила в России городов больше в несколько раз, чем Гитлер разбомбил, ради которой наша собственная власть уничтожила деревень, сотни тысяч, больше, чем Гитлер разбомбил и сжег. Где то светлое будущее для народа, ради которого власть разрушила эту страну, пустила ее по миру, обобрала до последней нитки и посадила в свои кресла самые отбросы цивилизации, которые не в состоянии совладеть со своей совестью, не в состоянии ограничить свои руки от воровства и не в состоянии нормально отреагировать на обвинения в их адрес. мы ждем реакции от Владимира Путина на выступление генерала Золотова. Возможно, это будет тот спусковой крючок, когда Владимир Владимирович Путин наконец-то обернет оружие против коррупции в правильную сторону, направит его реально против коррупции и начнет палить из всех стволов.